Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, глава 13, стихи с 17 по 21. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня день среда, и сегодня день памяти преподобного Ефимия. И в сегодняшний день церковь предлагает нам услышать послание апостола Павла к евреям. 13 глава, стихи 17 по 21, которую мы только что с вами прочитали. О чем здесь говорит апостол? В 17 стихе он пишет, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Наставники должны дать отчет от тех, кто их слушает. Они должны покоряться и повиноваться наставникам. Но в чем суть? О чем здесь говорится? Говорится ли здесь о каком-то тоталитарном режиме, где есть какие-то априорно главные и важные наставники, есть бесправные посомы тех, кого наставляют? Нет, речь идет не о бесправности, здесь речь идет не о том, что нужно повиноваться априорно, а здесь речь идет о том, что наставники несут колоссальную ответственность и действительно пекутся о душах посомых. В этом случае наставляемые должны быть людьми, которые действительно поминуют, повинуются и покорны своим пастырям. Но это не отнимает здравомыслия и разума у посомых, которые должны видеть плоды деятельности пастыря. И если есть большие расхождения между тем, что делает человек, тем, что он говорит, то нужно уходить от такого пастыря, нужно уходить, потому что нету союза между делами и словами. Ключевой характеристикой пастыря здесь является его ответственность и готовность дать отчет о своих посомах. А кто может дать отчет? Только тот, кто действительно находится на том месте, на которое его поставили. Кто знает, что он делает и знает тех, с кем он сотрудничает и работает. Когда он может каждого назвать, сказать его чаяния, потребности, проблемы, радости и горе. Когда он живет людьми, тогда он может дать отчет о тех скорбях, о тех трудностях, о тех переживаниях, грехопадениях тех людей, кого он пасет. Если же этого нету, то зачем повиноваться такому пастырю, руководителю, начальнику, главе. И покорность и повиновение облегчает ту колоссальную ношу ответственности, которая кладется на плечи пастыря. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Радость пастырю, отношения с посомами приносят радость, если оно действительно выстроено. Если он отдает себя своему делу, а посомы, повинуясь и покорно, следуя советам пастыря, следуют за ним. Это должно приносить радость. Поэтому нужно очень внимательно относиться к своей духовной жизни и с разумом подходить к тому, что мы читаем в Священном Писании, опираясь прежде всего на опыт и авторитет Церкви. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Вот эта честность, открытость перед посомами декларирует сегодня послание к евреям. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Он просит, апостол просит о том, чтобы молитва была их искренна, усилена, потому что он верит в силу молитвы. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря, овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле». И самое главное, что каким бы ни был пастырь, каким бы ни были посомы, если нет в их жизни самого главного, это Бог мира, Господь Иисус Христос, который был воздвигнут из мертвых кровью завета вечного, усовершит нас во всяком добром деле. Если нет Христа, то ни таланты пастыря, ни покорности смирения посомых ни к чему не приведут. Только во взаимном стремлении ко спасению через веру в Иисуса Христа, Господа нашего, в единении с Церковью Его, в любви к ближнему и смирении пред Богом, возможно деятельная жизнь во Христе в Церкви Христовой. И только тогда действительно мы можем надеяться и рассчитывать на усовершенствование. Как и говорит нам опыт Церкви, преподобные, святители, юродивые, праведники, блаженные, все они двигались ко Христу. Каждый разным путем. У каждого был свой подвиг. Но все они были объединены верой во Христа, который единый и единственный может даровать нам освобождение, даровать нам благодать и прощение. Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Благоугодное Богу может делать Господь через Иисуса Христа и только через Него. К этому призывает нас сегодня. Церковь на этом стоит и об этом просит, об этом умоляет, напоминая нам сегодня. Ему слава во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, Церковь нас призывает сегодня, говоря о Христе как средоточии и центре нашей духовной жизни. Поэтому давайте со смирением, покаянием и любовью совершать дело нашего спасения. Будем читать Писание, будем молиться. Помни о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Е.